Здравствуйте! Дорогие мои зрители, я уверена, что вы теперь часто смотрите на небо, следите за Луной и Солнцем, читайте хорошие книги по астрономии. Сегодня мы с вами поговорим о годичном движении Солнца. Если каждый вечер в одно и то же время выходить и наблюдать звездное небо, вы увидите, что в одно и то же время звезды, одни и те же звезды, бывают, меняют свое положение. Они сдвигаются в сторону своего движения. Именно поэтому мы зимой или летом вечером видим разные звезды. Звезды вращаются, как вы помните, вокруг полярной звезды, описывая за сутки полный круг. Но и Солнце тоже звезда, наша звезда. Это гигантский плазменный раскаленный шар. И Солнце находится, правда, к нам значительно ближе, естественно, но оно тоже совершает за сутки один полный оборот. Но дело в том, что Солнце в своем полном обороте отстает от звезд каждые сутки приблизительно на 4 минуты. И получается, что по отношению к звездам Солнце каждый день немножко сдвигается. Это легко понять, представить себе, если представить себе карусели. Карусели. Вот, посмотрите. Представим себе замечательную карусель, такую яркую, красивую, которая вращается, а вы пытаетесь тоже совершать движение вместе с этой каруселью, но немножко отстаете. И если вначале вы находились рядом с лошадкой, то спустя некоторое время, отставая, вы окажетесь рядом с лебедем, а еще через какое-то время рядом со Слоником. И так будете все время смещаться, смещаться, и наступит момент, когда вы снова окажетесь рядом с лошадкой. Вот совершился ваш карусельный год. Вот точно так и Солнце. Смещаясь относительно звезд, оно за год смещается ровно на целый круг. И получается, и этот круг повторяется из года в год. Солнце все время движется по небу относительно звезд по одному и тому же кругу, который называется эклиптика, что означает затмение. Дело в том, что когда полная Луна оказывается рядом с эклиптикой, как раз и возникает лунное затмение. Надо сказать, что через эклиптику, эклиптика проходит, конечно, через какие-то созвездия, а точнее сказать, через 12 созвездий, которые получили название зодиак, то есть звериный круг. Говорят, много веков назад, даже тысячелетий, все названия представляли собой названия животных. Вот эти созвездия, они расположены в следующем порядке. Посмотрите. Хорошо видно, да? Ну, начнем. Созвездия Овен. Овен, телец, близнецы, рак, лев, дева, весы, скорпион, стрелец, козерог, водолей, рыбы и снова Овен. В каждом созвездии Солнце бывает приблизительно в течение месяца. Но надо сказать, что астрономы, ученые-астрономы, они выделили еще одно созвездие, которое находится между созвездием Стрельца и Скорпиона. Они его назвали, оно называется «змееносец». Но астрологические и астрономические созвездия, знаки, они немножко не совпадают. Итак, Солнце движется по кругу. И это очень важно для нас, потому что положение Солнца на эклиптике как раз и определяет, например, долготу нашего дня или ночи. Вот вспомним наш зонтик. Помните, как мы вращали небесную сферу в виде нашего зонтика и показывали, как движутся у нас звезды. Они совершают один полный круг. Но Солнце тоже звезда, и оно точно так же движется по этим же линиям. Мы наклоняли наш зонтик под углом 43 градуса, если вы помните, что соответствует широте нашей местности. и видно, что Солнце бывает над горизонтом и под горизонтом разное время. А что будет, если мы поедем своим зонтиком на полюс? Вы помните, зонтик на полюсе надо держать так. И что получается? Тогда Солнышко описывает траекторию параллельную линию горизонта, то есть оно вообще туда не заходит. Что мы будем видеть на Северном полюсе? Полярный день. Он будет длиться полгода, пока Солнце не перейдет в южное полушарие и наступит полярная ночь, которая тоже продлится полгода. А что будет на экваторе? Посмотрите, на экваторе наши звезды движутся перпендикулярно линии горизонта, то есть всегда восходят и заходят. Поэтому на экваторе всегда продолжительность дня будет равна продолжительности ночи. А у нас в средних широтах очень зависит все от того, где же на эклиптике находится Солнце. Давайте посмотрим картинку, которая поможет нам это понять. Вы все заметили, конечно, я уверена, что зимой и летом Солнце совершает разные круги по небу. Почему? Летом оно бывает подальше от гор, если на горы наши ориентироваться, описывает большую дугу и уходит за горизонт. А зимой эта дуга значительно меньше, как сейчас. Уже Солнце приближается у нас к горам и начинает свое движение по очень маленькой кусочке окружности. Ну и, естественно, есть какие-то промежуточные значения. Когда это бывает? Оказывается, самую коротенькую вот такую дугу Солнце описывает 22 декабря, а самую длинную вот такую траекторию она описывает 22 июня. Мы это знаем. Давайте попробуем на схеме понять, что же происходит и почему так происходит. Значит, картинку нам, пожалуйста, дайте. Да. Ну, немножко напряжемся, да. Вот это небесная сфера. Вот это полярная звезда. Это ручка нашего зонтика, да? Ось мира, если вы помните. Небесную сферу, как и любую сферу, можно разделить линией небесного экватора, пополам. Вот эта зелененькая линия. Так вот, когда на эту линию, по этой линии расположились зодиакальные созвездия, и эклиптика получила вот такую вот форму и угол наклона. Вот этот желтый кружочек и есть плоскость эклиптики. Посмотрите, она наклонена к плоскости небесного экватора на некий угол. Этот угол составляет 23 градуса, 27 минут. А мы с вами где? А мы с вами вот здесь. Вот здесь земля. И мы наблюдаем с вами... Ну, мы знаем, что на самом деле эта земля вращается. Ну, как бы с точки зрения физики все зависит от того, что мы считаем телом отсчета. Итак, обратите внимание, вот здесь кружочек нашей земли. Значит, Солнце в течение года бывает то здесь, то здесь и так далее. А мы с вами вот здесь, на земном шаре. Получается, что есть такая точка, когда Солнце около месяца бывает где-то около нее. Оно, посмотрите, как высоко. Это значит, что мы его очень долго будем видеть над горизонтом. И тогда что у нас получится? День у нас будет очень длинный, а ночь будет очень коротенькая. Вот эта точка называется день летнего солнцестояния. День летнего солнцестояния бывает 22 июня. Ну, раз есть день летнего солнцестояния, естественно, есть противоположная точка. Посмотрите, как низко находится Солнце. Очень долго ему придется выползать из-за горизонта. И поэтому оно успеет на небе очертить только маленький круг. И поэтому день будет коротенький, а ночь будет длинная. Этот день называется день зимнего солнцестояния. Он бывает 21 декабря. 21-22. Но если есть самый длинный день, если есть самый короткий день, то, наверное, есть какой-то момент, когда день и ночь между собой равны. Такие точки есть. Это две точки, точки пересечения эклиптики с небесным экватором. Вот находясь в этой точке, Солнце, сколько времени над горизонтом, столько и под горизонтом. Продолжительность дня у нас равна продолжительности ночи. Этот день называется день весеннего равноденствия. Он бывает 22-21 марта. И, естественно, есть день осеннего равноденствия, когда теперь снова день и ночь уравняются. И бывает 23 сентября это происходит, когда у нас продолжительность дня и ночи выравниваются. Посмотрите, как многое зависит от движения Солнца по небу. Вот вам, пожалуйста, почитаем здесь, да? Летнее Солнцестояние, когда Солнце очень высоко поднимается. Зимнее Солнцестояние, когда Солнце ниже всего поднимается над горизонтом. И осеннее и весеннее равноденствие при переходе туда и обратно, конечно, неминуемо Солнце попадает на эту траекторию. Вы не задумывались, а почему, собственно, так названы эти самые созвездия? Вообще никто не может сказать, почему их назвали так или иначе. Говорят, что они связаны с 12 подвигами Геракла, а говорят, что это древние шумеры еще 5000 лет назад выделили 12 окон в небе. А уже древние греки дали им своих названий своими героями. Но ничего люди без смысла не делают. И если посмотреть, какой же смысл вложили люди во все эти названия и увидели именно здесь созвездие Льва, а не Рака, можно это тоже проследить. Давайте посмотрим следующую картинку и поговорим о этих пояс. Видите, как пояс образует созвездия, зодиакальные созвездия. Ну, с кого мы начнем? С Овна, да? Овен – важный знак. Его время, царствование на небе, связано с весенним равноденствием. Это очень важно. Весеннее равноденствие. Говорят, это тот самый Овен, который помог аргонавтам, получившим золотое руно, перебраться через море. А вот затем идет Телец. Телец. Очень важное созвездие для жителей Средиземноморья. Телец – пахарь. В то время, когда он властвует на небе, в это время как раз приходит время весенней посевной. И, конечно, ему придется много трудиться. За Тельцом следуют близнецы. Близнецы, дружная работа, совместная помощь друг другу. С близнецами связана легенда о сыновьях Леды. Помните Леду и Лебедь на прошлом занятии? Так вот, два сына Леды – Полукс и Кастр. Кстати, Полукс был бессмертным, потому что он был сыном Зевса, а Кастр был смертным. Но братья так любили и так всегда помогали друг другу, что однажды, когда Кастр погиб во время какого-то сражения, Полукс поделился с ним своим бессмертием и их вместе забрали на небо. Замечательное созвездие, очень красивое. Скоро будет видно. А потом, посмотрите, приходит июнь, а в июне после 22-го день начинает убывать. Солнце буквально пятится назад, как рак пятится. Есть же у нас такая поговорка. Но зато потом солнечный лев, жара, заметили, осирийцы заметили, что именно в это время львы спускались в долину Нила, спасаясь от жары. Именно тогда лев властвует. Но было так жарко, что льва всегда изображают в солнечных лучах и с символикой солнца. Потом дева, да, что осень пришла, вспахали, поработали, теперь надо урожай собирать. И деву очень часто изображают вместе с колоском, потому что в созвездии девы есть альфа-звезда, вы помните, альфа-звезда – это самая яркая. Ее зовут спика. Так вот, спика как раз в переводе означает колос. А потом весы, то есть наступает равноденствие. равноденствие – день равен ночи, уравновешивается весами. Весы уравновешивают день и ночь. Это, кстати, единственный знак, неодушевленный в зодиаке. И урожай собран, людям есть время подумать над своими поступками. Они считали, что именно сейчас взвешиваются хорошие и плохие поступки на чаще весов каждого человека. Потому у нас весы связаны с чем? С оценкой поступков людей. Давайте дальше посмотрим. Скорпион. И вдруг после всего, значит, жара прошла, урожай собрали, о жизни подумали, и солнце потухло. Ну так совсем потухло, как будто его ужалили, как будто его отравили. И люди думали, что это большой скорпион. Ужалил солнце, отравил его, и оно поэтому стало таким тусклым. Вот он, скорпион. Ну кто же справится со скорпионом, если не стрелец? Только стрелец справится. Именно поэтому после стрельца идет, после скорпиона идет стрелец. И козерог. Это бог-пан, который чего-то там испугался, перепугался, прыгнул в воду. И, кстати сказать, рогатый, да, этот божество, пан, прыгнул в воду, спасаясь от великана. И у него появился хвост. Именно часто, вы, наверное, заметили, на разных картинках, козерога изображают с рыбьим хвостом и рогами. Водолей. Вы думаете, просто так? Нет. В это время разливался Нил. Разливается Нил. И, конечно, знак водолея здесь очень логичен. А там, где вода, там и рыба. Именно в это время люди наибольшее количество рыбы ловили для того, чтобы, для пропитания для своего. Ну и, наконец, посмотрите, все логично. Все логично, все замечательно. И вот все эти, вообще древние календари, и особенно сельскохозяйственный календарь, всегда связывали с этими замечательными днями равноденствий и солнцестояний. И связывали с ними праздники, языческие еще праздники, которые постепенно перешли в христианство. Ну, например, 22 декабря мы празднуем день зимнего солнцестояния. Мы празднуем католическое рождество и каледу. Весеннее равноденствие совпадает с масленицей. Летнее солнцестояние – праздник Ивана Купалы, а осеннее равноденствие – праздник урожая. у них все, все было логично и правильно. Смотрите, и мы празднуем эти праздники, совсем не подозревая, что все это связано с годичным движением солнца по небу. И в 21 веке мы не задумываемся о том, как сильно мы зависим от солнца и как сильно зависела от природных явлений и зависела от природных явлений и жизни наших предков. Итак, ну-ка нам последнюю картинку. Давайте подведем итог. Что же мы нового и интересного сегодня узнали? Да, посмотрите. Я специально эту картинку вам напоследок предложила, чтобы вы понимали, что мы говорим о движении солнца, а на самом деле движется, конечно, земля. Но все это мы наблюдаем с поверхности земли. И нам кажется, вот, например, как узнать, в каком созвездии сегодня солнце? Мы же не видим их одновременно, солнце и звезды. Нам мешает атмосфера. Но это достаточно легко сделать. Например, можно вечером выйти, посмотреть, какое из созвездий находится сейчас выше всего над горизонтом. Ну, например, если выше всего над горизонтом находятся созвездия Весы, значит, сейчас солнце находится в созвездии Овна. Все напротив. Итак, мы узнали, что годичное движение солнца по небу называется, путь солнца по небу называется эклиптика, что в эклиптику входит 12 созвездий, и как они называются, что положение солнца на небе определяет длительность нашего дня и ночи. И есть четыре особые точки, четыре особых дня, в которых может находиться солнце. Это день зимнего солнцестояния 22 декабря, день летнего солнцестояния 22 июня, день весеннего равноденствия 21 марта и день осеннего равноденствия 23 сентября. А вы знаете, на земле есть такое место, где солнце бывает в зените один раз всего, 22 июня, и один раз 22 декабря. Первое называется у нас «Тропик рака», а второе называется «Тропик козерога». Какие романтические названия. Интересно, где это? До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова